Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Владимир Александрович Львовский. Я заведую лабораторией проектирования деятельностного содержания образования Московского городского педагогического университета. Хочу пригласить всех студентов, будущих педагогов нашей страны, принять участие в Олимпиаде «Я профессионал» по направлению «Педагогическое образование основное». Московский городской педагогический – это организатор направления Олимпиады, наш вуз молодой, он чуть старше вас, уважаемые участники, в 2020 году университет отпраздновал 25-летний юбилей. За эту четверть века мы сумели подготовить прекрасных педагогов и стать местом проведения важнейших федеральных исследований в области оценки качества и формирования содержания образования. Сейчас МГПУ – один из центров выработки стратегии развития общего образования в России. В обучении мы применяем подход, максимально ориентированный на практику, у нас налажена связь с работодателями, в университете работают студенческие школы и проекты, которые развивают soft skills, то, что сейчас наиболее востребовано – коммуникативные навыки, умение анализировать информацию, работать в команде и другие. Один из приоритетов университета – подготовка студентов к участию в профессиональных состязаниях. Одним из таких масштабных всероссийских образовательных конкурсов и является Всероссийская Олимпиада «Я профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и Олимпиада проводится для студентов российских вузов уже четвертый сезон. В каждом сезоне количество направлений, в которых студенты могут состязаться, увеличивается. Теперь их 72. В этом году МГПУ в четвертый раз прошел конкурсный отбор и стал вузом-организатором двух педагогических направлений – специальное дефектологическое образование и педагогическое образование основное. Также в этом году мы – вуз-соорганизатор по дошкольному образованию и востоковедению. Совместно с нашим университетом в организации проведения Олимпиады принимают самое активное участие наши коллеги, вузы-соорганизаторы со всей страны. Что такое Олимпиада «Я профессионал» для студента? Прежде всего, это проверка его собственных знаний и сил в решении сложных кейсов, оценка уровня своей подготовки, но также и мотивация на дальнейший профессиональный рост. Это довольно высокие материальные премии победителям – от 100 до 300 тысяч рублей. Это шанс получить дополнительные баллы при поступлении в магистратуру, которым по итогам прошлого года уже воспользовались более 40 человек. Университет для финалистов и призеров дает дополнительные 200 баллов, так важных каждому для поступления и построения своей образовательной траектории. Это возможность зарекомендовать себя как начинающего специалиста перед членами жюри, в составе которого потенциальная работа датели, что поможет закрепить молодых специалистов в регионах своего обучения и обеспечить им социально-профессиональные лифты. Потенциальными площадками, где победители смогут пройти стажировки, будут лучшие образовательные организации страны, реализующие основные образовательные программы – школы, гимназии. Организации дополнительного образования, например, клубы, секции, центры детского творчества, региональные органы исполнительной власти, осуществляющие государственное управление в сфере образования в субъектах Российской Федерации. Министерство, департаменты, управление, комитеты образования науки и молодежной политики, региональные центры оценки качества образования. Но главные результаты, ради которых стоит участвовать в заключается не в материальных ценностях. Главное – это общение. Общение с такими же энергичными, мотивированными и амбициозными молодыми людьми, как вы. Погружение в эту атмосферу всегда является огромным стимулом для вашего развития. На что нужно обратить внимание при подготовке к отборочному этапу Олимпиады? А поговорим о нем подробнее. В четвертом сезоне Олимпиады в направлении педагогическое образование основное включены задания по 16 профилям. Русский язык, английский, немецкий, французский языки, математика, информатика и ИКТ, история, общество знания, биология, география, физика, химия, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, начальная школа, в которой включены математика, окружающий мир, русский язык. Будьте особо внимательными при выборе профиля в своем личном кабинете Олимпиады ЯПРОФ. Задания отборочного тура разбиты на два блока. Первый блок предметный и предметно-методический. Второй блок психолого-педагогический. Максимальный балл за каждую часть 50 баллов. Итого на отборочном туре можно получить максимально 100 баллов. Сейчас мы кратко охарактеризуем отборочный тур, а подробно вы можете посмотреть в записи нашего вебинара. Итак, первый блок объединяет в себе две части, предметную и предметно-методическую, и соответствует выбранному вами профилю. Олимпиадные задания первого блока строятся на основе деятельностного подхода к содержанию образования, на основе выделения ключевых сквозных линий предметного содержания, комплексного подхода к разработке инструментов оценки профессиональных компетенций педагогов на основе модели SEM – Student Achievement Monitoring – трехуровневой модели оценки учебно-предметных компетенций. В этой модели представлены предметные и предметно-методические задания трех уровней – формального, рефлексивного и функционального. В любом задании один или несколько верных вариантов ответа. Баллы ставятся, если выбраны все верные варианты и ни одного лишнего. Например, за задание третьего уровня вы можете получить 3 балла, если выбраны все правильные ответы и ни одного лишнего. Если хотя бы один ответ неправильный, вы получаете 0 баллов. Предметно-методические задания позволяют оценить сформированность следующих методических приемов – постановки учебных, учебно-практических, учебно-исследовательских, проектных и других задач, выстраивание путей и способов достижения образовательных результатов, выстраивание продуктивной учебной дискуссии учащихся, поддержки детской инициативы, анализа эффективности проведенного занятия, контроля и оценки учебных достижений и самостоятельности учащихся. Второй блок – психолого-педагогический – является универсальным для всех участников Олимпиады по направлению педагогическое образование основное. Задания второго блока направлены на оценку метапредметных, когнитивных и коммуникативных компетентностей, которые предполагают вашу осведомленность о психологических особенностях детей разных возрастов, знаний из области социальной психологии. Участники выполняют 11 заданий. Задания разные для начальной школы и основной школы. В каждой группе задания трех уровней сложности. Два задания по два балла максимум за каждое, четыре задания по четыре балла и пять заданий по шесть баллов. В любом задании один или несколько верных вариантов ответа. Баллы ставятся, если выбраны все верные варианты и ни одного лишнего. В этом блоке за неправильные выборы начисляется штраф, равный половине максимального балла за задание, за каждый неверно выбранный вариант. Например, если за задание можно получить четыре балла, то за каждый неправильный выбор минус два балла. К счастью, при этом в минус уйти нельзя. Худший результат – ноль баллов. Участники, набравшие большее количество баллов, проходят в финал. И еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что более подробно задания и баллы мы разберем на специальном вебинаре. Уважаемые студенты, это Олимпиада пробы в главной педагогической деятельности – решений задач в новых для себя условиях. И даже если вы не победите, вы получите колоссальный опыт. Участие в Олимпиаде – это непростое дело, но мы все знаем, что успех достигается через усердную работу. А рецепт победы в конкурсе – это тщательная подготовка и максимум усилий. Желаю вам успешного участия в Олимпиаде. Дорогу осилит идущий!